Морская история полна различных портов, которые прославились своими сложными и опасными положениями. Эти порты часто представляют собой навигационные опасности, экстремальные погодные условия, высокий уровень преступности или другие риски, которые делают их особенно сложными для кораблей и моряков. Хотя определение наиболее опасных портов может быть субъективным и зависеть от различных факторов, вот некоторые порты, которые заслужили репутацию за свои трудности. Порт Лагоса является одним из самых загруженных и важных портов в Африке. Он служит крупными воротами для международной торговли и обрабатывает значительное количество грузов, включая нефть, нефтепродукты, товары общего назначения и контейнеры. Хотя он играет решающую роль в экономике Нигерии, порт также сталкивается с рядом проблем, которые способствовали его репутации как сложного и потенциально опасного порта. Порт Лагос испытывает значительные заторы из-за большого объема судоходства и ограниченной пропускной способности инфраструктуры. Заторы также могут привести к затруднениям в погрузочно-разгрузочных и логистических операциях. Судоходные каналы и подходы к порту Лагос могут иметь мелководье, требующие регулярных дноуглубительных работ для поддержания достаточной глубины для судов. Неадекватные дноуглубительные работы могут создать риск посадки на мель или другие навигационные опасности, особенно для более крупных судов. Гвинейский залив, где расположен порт Лагос, известен случаями пиратства и угроз безопасности на море. Суда и экипажи, проходящие через регион, могут столкнуться с риском вооруженных нападений, грабежей и похищения людей. Нигерия исторически была связана с проблемами, связанными с коррупцией и бурократическими процессами. Эти факторы потенциально могут привести к задержкам, неэффективности и повышенным рискам в портовых операциях. Судовладельцы и операторы должны принимать меры предосторожности для защиты своего экипажа, груза и судов во время работы в порту и близлежащих водах. Порт Читтагонга, Бангладеш Порт Читтагонга заработал репутацию сложного и потенциально опасного порта из-за различных факторов. Читтагонг всемирно известен своими верфями по разборке судов, где разбираются списанные суда. Индустрия утилизации судов столкнулась с проблемами, связанными с безопасностью рабочих, загрязнением окружающей среды и неправильным обращением с опасными материалами. Практика отрасли и связанные с ней риски вызвали обеспокоенность по поводу безопасности в районе порта. Порт сталкивается с проблемами с навигацией из-за таких факторов, как непредсказуемое течение, загрязненная вода и изменение русла реки Карнабхули. Эти факторы могут затруднить маневрирование более крупных судов и увеличить риск несчастных случаев или посадок на мель. Бангладеш подвержен циклонам и проливным муссонным дождям, которые могут повлиять на работу порта. В сезон циклонов порту может потребоваться приостановить работу по безопасности. Порт Читтагонга испытывает значительные заторы из-за больших объемов грузов и ограниченной инфраструктуры. Недостаточное количество причалов, складских помещений и погрузочно-разгрузочного оборудования приводит к неэффективности операций и потенциальным рискам для безопасности. Сообщалось о проблемах безопасности, включая кражи, контрабанду и незаконную деятельность в районе порта и вокруг него. Адекватные меры безопасности и сотрудничество с правоохранительными органами необходимы для снижения этих рисков. Порт Джакарты, Индонезия Порт Джакарты, также известный как Танчжунг-Приок, является крупнейшим и самым загруженным морским портом в Индонезии. Хотя порт является жизненно важным центром международной торговли и играет важную роль в экономике Индонезии, он также сталкивается с определенными проблемами и рисками, которые могут сделать его потенциально опасным. Порт испытывает большие заторы из-за большого судоходства. Ограниченная инфраструктура и недостаточное количество причалов могут привести к очередям судов, задержкам и повышенным операционным рискам. Перегруженность также может привести к трудностям в обработке грузов и логистических операциях. Джакарта расположена на северном побережье острова Ява, и район порта испытывает сильные приливные течения. Эти течения могут затруднить маневрирование судов, особенно судов с большой осадкой или в периоды значительных колебаний, приливов и отливов. Джакарта расположена в регионе, подверженным тропическим циклонам и проливным муссонным дождям, которые могут повлиять на работу порта. В сезон циклонов порту может потребоваться приостановить работу по безопасности. Порт Джакарты испытывает сильную конкуренцию со стороны других портов в регионе, таких как Сингапур и Куала-Лумпур. Это может привести к повышенному давлению на порт и увеличению рисков в операциях. Как и многие крупные порты по всему миру, порт Джакарты сталкивается с проблемами безопасности. Эти проблемы могут включать кражу, контрабанду и незаконную деятельность. Порт Дакар, Сенегал Порт Дакар служит важными морскими воротами страны и играет жизненно важную роль в международной торговле и коммерции. В то время как предпринимаются усилия по повышению безопасности и эффективности, порт сталкивается с определенными проблемами, которые могут создавать риски и делать его потенциально опасным. Дакар расположен на атлантическом побережье Сенегала, а район порта известен своими сильными ветрами и бурным морем. Эти погодные условия могут затруднить навигацию и маневрирование судов, особенно в определенные сезоны года. Дакар испытывает значительные колебания приливов, которые могут создавать быстрое течение и изменение глубины воды. Эти колебания приливов и отливов могут создавать проблемы для судов, заходящих в порт или выходящих из него, и требуют тщательного планирования навигации. Порт может испытывать заторы из-за большого объема судоходства. Ограниченная инфраструктура, включая причалы и складские помещения, может привести к задержкам и очередям судов. Кроме того, узкие каналы порта и подвижные песчаные вотмели могут создавать проблемы с навигацией, требуя опытных лоцманов и квалифицированной навигации. Порт Суапи, Бразилия Порт Суапи, расположенный в бразильском штате Пернамбуку, является одним из крупнейших морских портов страны и играет решающую роль в содействии международной торговли. Несмотря на усилия по обеспечению безопасности и повышению операционной эффективности, существуют определенные проблемы и риски. Порт расположен на побережье Атлантического океана, и этот регион известен своими сильными течениями и колебаниями приливов. Эти природные условия могут затруднить навигацию и маневрирование судов, особенно в определенные сезоны года или при значительных изменениях приливов и отливов. Судоходные каналы и подходы к порту могут иметь мелководьи и песчаные отмели, что может создавать проблемы для судов, заходящих в порт или выходящих из него. Порт Суапи может испытывать заторы из-за большого объема судоходства и ограниченной пропускной способности инфраструктуры. Недостаточное количество причалов, складских помещений и погрузочно-разгрузочного оборудования может привести к задержкам, очередям судов и операционным проблемам. Эти проблемы, связанные с заторами, могут увеличить риск несчастных случаев или инцидентов в районе порта. В районе порт Суапи могут возникать неблагоприятные погодные условия, включая проливные дожди, штормы и случайные циклоны. Как и многие порты по всему миру, порт Суапи сталкивается с проблемами безопасности. Это могут быть кражи, контрабанда и незаконная деятельность. В этом районе также возникают проблемы с загрязненной водой, что требует регулярных дноуглубительных работ для поддержания судоходности. Важно отметить, что, хотя порты могут сталкиваться с рисками и проблемами, они остаются важными центрами международной торговли и экономического развития. Кроме того, надлежащее планирование навигации, соблюдение протоколов безопасности и координация с местными властями могут помочь уменьшить опасности, связанные с этими портами. В целом, навигация через исторически сложные порты требует опыта, тщательного планирования и понимания конкретных рисков и связанных с этим ситуацией.